всем привет друзья с вами Гамилькар Барко рада всех приветствовать продолжаем наше прохождение Атилова Total War делся эпоха Карла Великого играем за державу Карла Великого и так давненько я не записывал под забыл я немножечко что здесь у нас происходит на статической карте так что первую половину этой серии мы посвятим наверное тому что будем освежать свою память и смотреть что у нас здесь и как происходит так на юге у нас основные события разворачиваются рядом с городом Леон в провинции Бургундия здесь у нас ломбардцы осуществили марш-бросок да через Альпы и захватили три города Гренобль Леон и Женева но в Женеву они стали забирать себе а освободили здесь и создали нового государства герцогства Бургундия такие дела наш король Карл Великий Арвернов совершил марш-бросок и моментально осадил город Леон собственно говоря этим он сейчас и занят в данный момент и это самое важное событие на юге на юго-западе у нас по-прежнему продолжает буйствовать здесь чахотка в городе Бордона но мы здесь построили приют несмотря на это болезнь здесь никак не хочет прекращаться продолжает здесь буйствовать ну что ж будем надеяться на лучшее приют у нас есть а санитария у нас уже в плюсах так что по идее в скором времени здесь чахотка должна закончиться так вроде бы все основные моменты на юге юго-западе мы с вами посмотрели теперь взглянем на восток здесь у нас очень интересные события разворачиваются мы здесь перешли в такую знаете коварную фазу войны с варварами постепенно отхватываем у них города но делаем это знаете так тихо 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 не вызывая каких-то к не вызывая внимания к себе чтобы варвары вдруг на нас не сагрились да так значит 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 здесь у нас очень сильно ослабленная фракция которая называется остфалия на у нее очень обширные земли но она фактически не имеет на войск как мы смогли с вами узнать путем разведки да наши шпионы шастают и все это дело нам раскрывают очень обширные земли но нечем эти земли собственно говоря господам уствальцам прикрыть поэтому у нас есть возможность одним ударом отхватить сразу несколько городов в частности из дрездена мы можем ударить и забрать себе липск из кодбуса можем ударить и забрать себе бранденбург из магдебурга можем ударить и забрать себе хельдрис халь вот такие вот дела и спорта горятся один удар можем за один ход можем забрать себе четыре города остфальцев и фактически тем же тем самым выбив эту фракцию из игры у них останется всего лишь навсего один два города где-то там на краю карты вот собственно говоря останется их город рерик и фактически все но и возможно еще столица их не хафельберг но это все будет тоже уничтожено через ход единственное что меня смущает и почему я вот до сих пор этого не сделал это их союз оборонительность вот этой вот фракции нордальбингия вот эти вот ребята у них оборонительный союз причем не только с остфальцами но и с вестфальцами то есть фактически удар по вестфальцам может сопровоцировать масштабную войну против всех варварских фракций на востоке на севере и плюс потом нас могут еще и вот эти вот товарищи данные всякие поплыть и может еще и вильцы на нас сагрится той ситуации неоднозначная как бы есть возможность забрать города но возможность сохранить эти города довольно таки низкая но нельзя сказать что совсем низкая но можем мы попасть в большие проблемы передряги собственно говоря вот и все что я хотел вспомнить и освежить и свою память и вашу теперь у нас 5000 динариев давайте пробежимся по панели строительстве посмотрим что мы можем строить начнем как всегда с провинции западная питание наша житница самая благополучная область нашего государства так что мы здесь можем строить собственно говоря основные постройки мы здесь уже прокачали и здесь остается только качать следующий уровень городских построек до центров города этого делать пока я не буду потому что все таки это стоит 4000 динариев денег а это очень большие деньги на данный момент для нашей фракции поэтому быстренько пробежимся вот видим что в провинции бордо мы можем перестроить виноградники так рост поселения никак это не будет влиять это будет влиять на общественный порядок если мы здесь построим виноградник там они стоят 4000 денег да плюшек они дают конечно же немало но слишком дорого это все стоит провинции запада и на эстерры здесь тоже ничего не можем строить и так это у нас провинция вильцы и город котбус здесь если мы взглянем можно увидеть что языческая религия преобладает поэтому нужно здесь строить конечно же храм часовню вернее сказать это увеличит креста христиан и повлияет на общественный порядок самым лучшим образом идем дальше провинция богемия которым мы за несколько ходов буквально на отобрали богемцы здесь мы можем построить торговую улицу торговую улицу мы здесь можем построить это будет стоить 2000 и даст рост поселения увеличить в два раза и 75 монет дополнительных денег так ну давайте не будем спешить посмотрим что еще можно строить это провинция у нас ост-фаля и так что здесь мы можем строить так к сожалению пока ничего такого сверх хорошего здесь нельзя построить и так провинция франкония здесь у нас есть возможность расширить два города вюртсбург либо франкфурт так лучше конечно же франкфурт потому что он все-таки находится подальше от границы бог знает что там у нас может случиться с баварцами поэтому лучше город который подальше находится от границы расширять так строим что здесь можно построить так здесь у нас провинции нету построек на пищу полей у нас нет давайте взглянем тогда на уровень плодородия так франкфурт у нас уровень плодородия 5 базовый собственно говоря средняя 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 плодородность здесь в этих землях но в принципе ничего страшного в каждой провинции должна быть хотя бы одна постройка на пищу поэтому я думаю что имеет смысл построить здесь поля всего лишь тысяч динари они стоят и плюшек дает достаточное количество идем дальше смотрим что где можно строить так ну в остальных провинциях особо-то и не расстроишься вот провинция фризе здесь можем построить большой рыбацкий порт но делать этого пока особого смысла нету с пищей у нас все в порядке поэтому поэтому надобности в этом нету так провинция восточный нейстер здесь можем расширить торговый пост но пока не будем этого делать так провинция франция город шарт прекрасно здесь у нас есть пустырь на котором мы можем что-нибудь построить так а что здесь строить собственно говоря выбор у нас крайне скудный либо торговый пост либо водяную мельницу либо поля все остальное нам здесь не нужно по большому счету но можем еще постоялый двор построить но он слишком мало плюшек нам дает и надобности в ней я не вижу так значит давайте взглянем на плодородие так у нас это шарт это провинция франция так франция базовое плодородие 10 соответственно конечно же здесь долго думать над вопросом что строить не нужно строим конечно же поля базовое плодородие 10 соответственно это будет давать нам дополнительно плюс 20 пищи вот этой постройки мы будем получать дополнительная пища за каждый уровень плодородия все провинции плюс 1 рост плюс 2 300 единиц дополнительного богатства плюс 30 от земледель от земледели за каждый уровень плодородия то есть фактически плюс еще 300 у нас будет здесь денег от этой постройки приходи то есть будет 600 приносить денег ну сами понимаете очень 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 хорошая постройка так у нас остается 2200 монет собственно говоря вкладывать их особо нам некуда единственное что так можно попробовать дипломатию заглянуть и договориться с вестфальцами у нас с ними договор он не на падение я хочу предложить им так так торговое соглашение и дам еще денег выплаты предложу им пожалуй 600 монет 600 монет с вестфальцами давайте они не хотят добавим тогда дадим 800 монет так объявить войну вступить войну выплаты предложить выплату 800 монет 800 монет делаем предложения низкие они не соглашаются что же это печально а что с этими товарищами нардальбингами так у нас не вообще никаких договоров нет но отношения улучшаются давайте тогда договорами нападения предложим шанс умеренные дадим даже выплаты так положить выплату давайте 300 монет предложим умеренный шанс да они принимают у нас теперь снорбальдингами договорами нападений замечательно у нас теперь у нас улучшается отношение с той фракции плюс 9 заход поэтому я даже готовым дать торговое соглашение и дать им денег даже 800 монет я дам он за это торговое соглашение шанс низкий нет они отвергают но все равно неплохо у нас здесь получилось с этими товарищами договору на падение то есть соствальцами и норбальдингами у нас договорами нападение то есть еще больше надо отрастает вероятность того что эти риф эти ребята не будут вмешиваться в нашу войну против остфальца если мы рискнем начать но собственно говоря все что нужно было сделать мы сделали и можно заканчивать теперь ход и так вот он новый ход начался не боевые потери это у нас король и который осаждает ли он не боевые потери это у нас наследие мартелла бордо гасконди за чумы благородный отпрыск луид гард родился у карла великого и гимель труды так замечательно плюс у нас улучшились отношения с нашим братом карломаном плюс 60 дипломатические отношения замечательно давайте взглянем на нашего сыночка который родился на где то есть и пин и луид гард да вот он этот мелкий сынишка наш так а это дочь дочь это у нас дочь луид гарда ну нормально нормально у нас еще вот ровно которого мы сыновили ровно у нас 52 личное влияние а у карла 148 ну лояльность видите у нас довольно таки высокая мы убили всех у кого была низкая лояльность и теперь все встала на круги своя видите отдых и ансель это самые влиятельные перцы не из нашей семьи поэтому сейчас мы попробуем усыновить их усыновить ансельма да давай даем приказ нашему лидеру фракции карлу великому установить ансельма очень влиятельный перец если он присоединиться к нашей семье это будет очень круто так теперь дела военные на дела военные осаждаем ли он здесь подошли войска нашего брата карла мана небольшой стек такой 11 отрядов ну и на том спасибо атакуем но здесь у нас тотальный перевес смысла сама лично проводить сбой нету поэтому атакуем и авторасчетом забираем город бабам да захватили город и делаем окупай прекрасно захватили ли он ален это очень крупный город и посмотрите стратегически очень важно он находится рядом с перевалами из альп на то есть он перекрывает все направление итальянское и кто владеет собственно говоря лионом тот и контролирует перевалы альпийские поэтому очень важная стратегическая победа для нашей фракции теперь надо заняться ремонтом отремонтируем центр города и здесь какие-то постройки которые нафиг нам не нужны кузница чертоги воинов и старошка то есть это поселение будет приносить нам очень мало денег сносим вот это вот все оно нам здесь нафиг не надо на следующем ходу здесь начнем строительство экономических зданий знаний на общественный порядок нашего соградата направляем в геленоболь видим что здесь тоже нет никакого гарнизона делаем вред поселению поджог так провалился на шаге но ничего страшного самое главное что мы увидели что здесь никого нету так теперь займемся войсками у карла 3 наемных отряда которые ждут очень много денег мы их распускаем замечательные на их место нанимаем дополнительные войска два отряда мечников и 1 ответ кавалерии прекрасно и всю нашу армию сейчас мы апнем улучшим это будет стоить 1700 но мы получим более усовершенственную броню и защита наших войск наших войск еще больше улучшится и соответственно не будет лучше сражаться так ну вроде бы закончили вот именно с этой частью карты теперь двинемся на востоке посмотрим что здесь ага здесь появились мятежники в магдебурге на надо их срочно прогонять пошли вон отсюда они грабят и снижают здесь количество денег которые мы зарабатываем авторасчет атака убиваем этих повстанцев моментально чтобы они здесь не набрали сил и возвращаемся обратно в магдебург и нанимаем здесь войска у нас нету кавалерии нам нужно конницы нанимаем три отряда конницы смотрим что в городе хильдельсхалм есть у остфальс а здесь нету войск и плюс здесь появились повстанцы делаем вред поселению делаем проповедь нетерпимости критический успех замечательный наш агент еще и прокачался от да так прогоним от да по его основным навыкам вот это вот с левой стороны это его основные характеристики да так у нас еще есть возможность вера проповедь религии религиозное влияние плюс 4 от это хорошее действие давайте прокачаем вот эту особенность и так еще прокачаем его в проповедь религии то есть влияние христианской религии от присутствия этого персонажа в провинции будет просто сумасшедшая можем даже посмотреть какое оно 2 и 9 на только от присутствует этого одного товарища достаточно неплохая фишка теперь у нас здесь есть еще один соглядат и видим что в липске нету войск да вот это большой соблазн сейчас нанести один мощный удар по этим товарищам на пост фальсом и оттяпать гигантские территории просто да да я наверное так и сделаю посмотрим на договора с этими ребятами у нас договор о ненападении я сейчас расторгает договор да я расторгаю этот договор все через ход мы объявляем войну с фальсом и будем забирать города только надо сейчас определиться с направлениями удара то есть из дрездена мы пойдем в сторону липска из котбуса пойдем соответственно в бранденбург то есть вот эта часть она уже будет полностью наши дальше у нас войска где стоят дальше у нас войска стоят в магдебурге и вот здесь вот встает вопрос куда нам вот этой вот армии идти да но я думаю что логичнее всего будет ударить по хальдельбергу столица столица остфальцев да а вот город хельдельсхайн он я думаю что отойдет повстанцам и мы заберем потом этот город себе так в котбусе нужно нанять еще одна еще одну армию потому что общественный порядок здесь очень низкий если мы убедем войска он еще ниже упадет поставим командующим войсками вот это вот парня бертрата и наймем ему войск наймем ему три копья и трех лукарей замечательно денег у нас осталось 613 монет и боюсь что ничего на эти деньги существенно сделать не можем поэтому быстренько закончим ход и уже начнем войну против остфальцев у нас здесь прокачался губернатора гехард соответственно качаем его в губернаторские опилки то есть в строителя и в бюрократа замечательно теперь можно заканчивать уже вот и так не боевые потери но выходы опять это бордо чума и боли бертрат колеблется кодбус это я чуть не понял воссоединение до карла удалось 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 усыновить ансельма еще более увеличивается влияние нашей семьи а кто у нас здесь колеблется я чуть не понял я чуть не понял это вот этот что ли колеблется еще за фигня так колеблется бертрат так где бертрат вот и бертрат да это вот этот ублюдок которого мы наняли это вот этот засранец которого мы только наняли и он сразу начал понты колотить распускаем конечно же моментально а так наймем кого-нибудь другого значит здесь смотрим что происходит так повстанцы пока не захватили а повстанцы пока не захватили а вот вильцы вильцы атаковали постфальцев и захватили ихнюю столицу город хальфельдберг вели ну это означает что собственно говоря нечего здесь уже терять время пора атаковать до атакуем и объявляем войну объявляем войну державе пост фалия до пошли в жопу атакуем липск город фактически незащищенный берем берем и захватываем этот город себе окупай окупай делаем окупай есть один город уже у нас в кармане и атакуем второй город бранденбург столица ого вот это вот дела видите здесь уже уже посерьезнее войска так осаждаем город осаждаем город и подводим сюда второй стег наш и атакуем вот этих вот ребят здесь у них куча мечников здесь у них куча мечников но давайте атакуем двумя армиями блин вот это да даже блядь ой 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 я наша вторая армия не может нам помочь наша вторая армия не может нам помочь а у них куча мечников они же нас сучка раскидают мечники против копейщиков они же нас ушатают просто в хлам до жопушная ситуация если честно друзья очень жопушная очень-очень жопушная будет очень тяжелый бой очень тяжелый нужно само собой самолично командовать войсками во время этого боя но я думаю что это нужно оставить на следующую серию с вами был гамилькар барка друзья мои надеюсь что вам понравилось ставьте лайки комментируйте это видео делитесь ним со своими друзьями может им тоже понравится увидимся май май